Привет, меня зовут Алена Тоже, я художник-график, искусствовед-любитель, и сегодня мы, как всегда, обсуждаем что-нибудь прекрасное. Нынче речь пойдет о стульпторе Лоренцо Гиберти и его самом затяжном проекте в воротах флорентийского баптистерия, который он делал целых 50 лет в общей сложности. Очень часто эти ворота считают некой вехой, точкой отсчета, с которой принято начинать разговор об эпохе Возрождения, что такого революционного он создал и почему так долго, сегодня и обсудим. В 1401 году во Флоренции случилась вспышка чумы, что, безусловно, ужасно напугало всех жителей. За 50 лет до этого как раз по Европе прокатилась легендарная Черная Смерть, поэтому воспоминания о том, какие разрушения приносит чума, были очень свежи. Часть города убежала, кто куда, часть осталась во Флоренции. Ну а что остается, если на дворе 1401 год молиться? Все молились усердно, уповали, чтобы чума закончилась, и она действительно довольно быстро закончилась. И, естественно, за это стали благодарить Бога. И для того, чтобы как-то подчеркнуть свою благодарность и сделать ему подарок, как это ни странно звучит, было принято решение к легендарному флорентийскому баптистерию, в котором крестили буквально всех младенцев о Флоренции, от Данте до почти всей семьи Медичи, поставить новые красивые нарядные ворота. Самые первые, южные ворота, сегодня не о них разговор, но просто они нам тоже понадобятся, были выполнены Андрея Пизану, и состоялись 28 панелей, на которых было рассказано на 20 верхних истории Иоанна Крестителя, и на 8 нижних перечислены основные добродетели. Но потом как-то вот решили от услуг Пизана отказаться, и к тому же вспомним о том, что Флоренция – это страна, которая гордилась тем, что она все решает голосованием, что у них свобода, что у них практически, в общем, демократия царит. Поэтому вместо того, чтобы просто назначить какого-то художника, придумали устроить конкурс. Созвать всех тех мастеров, которые умеют обходиться с бронзовым литьем, и дать им одно и то же задание, и посмотреть, что из этого получится. Спонсировала проект гильдия портных. В конкурсе приняли участие 7 художников, включая, кстати, даже Донателло, и в финал вышло всего двое из них. Это были Брунеллески и Лоренцо Гиберти. Что занятно, оба мастера были не скульпторами и не художниками, они были ювелирами. И именно поэтому так мало художников-то звалось, что с металлами-то умели обращаться далеко не все. Чтобы было понятно, мастерская ювелира в те времена – это было такое удивительное место, потому что ювелиров то немножечко уносило в алхимию, что, наверное, неудивительно, то в какие-то совершенно новые науки. Они занимались разработкой оптики, занимались всякими сложными механизмами, что было безумно модно в те времена. Поэтому новаторский подход, который проявили оба художника, ну, наверное, не очень удивителен. Художники выполнили тестовое задание и создали по рельефу на тему жертвоприношения Исаака, потому что по первоначальному плану на воротах должны были быть сцены из Ветхого Завета, но позже план поменялся. К слову, от спонсоров оба художника получили одинаковое количество бронзы и на зависть четкое описание того, чего от них ожидают, вплоть до количества фигур на рельефе и того, что сцена должна быть обязательно вписана в четырехлистник. Бурнелеский решил изобразить тот самый момент, когда ангел выхватывает у Авраама нож и предотвращает убийство. В самом центре, на алтаре перепуганного Исаака, держит отец за шею, а у алтаря лошадка мирно жует траву и двое слуг. Один прикорнул, второй увлеченно ковыряет пятку, пытаясь вытащить за нозу, но драму оба как-то пропускают. Так, вероятно, Бурнелеский хотел подчеркнуть разницу между миром божественным и мирским, ну или пошутить просто. На рельефе же Гиберте Авраам только замахнулся. Он не такой жесткий, не такой решительный, как у Бурнелески, а явно сомневается. И поступок для него, ну, на минуточку убийства сына, действительно мучительный. А сверху ангел мчится на помощь, на ходу заменяя бараном жертву в последнюю секунду. Удивительно, как имея настолько четкое описание того, что от них хотят видеть, и по сути изображая одну и ту же сцену и какую-то разницу в несколько секунд между ними, эти художники так по-разному действуют. Победил считается Гиберте. И вот интересно, могло ли повлиять на решение судей то, что Гиберте использовал меньше бронзы в своей работе, потому что все-таки панелей должно было быть 28, а экономия – это дело хорошее. Вообще, есть две версии событий. По одной – безоговорочно побеждает Гиберте, и он, собственно, в своих дневниках пишет, что не было ни одного голоса против него. Но, в принципе, мы знаем, что в своих дневниках или летописях тех времен обычно, если кто-то побеждал в войне или в соревновании, он себе присуждал только безоговорочные победы. По другой версии, которая, на самом деле, конечно, более вероятна, судьи не смогли выбрать лучшего. Они знали, чем крут Брунеллески. Они видели Гиберте буквально первый раз, но увидели, что он тоже очень сильный мастер. И поэтому им предложили объединить усилия и работать вместе. Но Брунеллески оскорбился таким предложением. Он сказал, что он вообще бросает скульптуру, после этого ни с кем не собирается делить свою победу, и ударился в архитектуру, что, собственно, много всего замечательного построил. Он, кстати, вернется потом во Флоренцию, выиграет конкурс на строительство купола Санта-Мария-дольфьоро и много всего классного сделает. А сейчас он собрал вещи, взял своего друга Донателло и уехал подальше для того, чтобы изучать античные развалины и шастать в поисках новых решений для своей архитектуры. Кстати, их с Донателло местные жители в Риме считали то ли кладоискателями, то ли какими-то странными мутными жуликами, которые почему-то исключительно по ночам любят ходить по античным всяким. Разрухом копать, там что-то замерять, зарисовывать. Ну, в общем, в деле остается Гиберти. Дальнейшие 20 лет Гиберти занимается этими воротами. Добавлю, кстати, что на момент выигрыша в этом конкурсе ему был всего 21 год. И перед этим он уехал, ну, то есть сбежал от Чумы на Римине, где стал помогать в оформлении дворца и росписи там фресками итальянскому кондотьеру Карло Малатеста. И стал, ну, типа в покровительстве у него остался. Ему выделили комнату, где он занимался живописью. И такое ощущение, что, может быть, даже он решил из ювелиров, а до этого он занимался ювелирным мастерством, немножко переквалифицироваться в живописце. Но его друзья уговорили его оставить кисти и принять участие вот в этом вот соревновании. Потому что не так уж много мастеров обладало такими навыками, как наш Гиберти. Ну, поэтому он взял благословение у своего покровителя и прибыл в, собственно, Флоренцию. Наверное, если бы не этот конкурс, его судьба могла бы сложиться по-другому. Мы бы знали его, например, как мощного художника. Потому что вы увидите, насколько, как ни странно, позолоченные, объемные фигуры, которые он изображал, они все золотые. Но при этом ощущение, как будто они полноцветные, как будто они яркие. И поэтому, я думаю, живописцем он был бы не менее потрясающим. Но он у нас в памяти остался как очень яркий скульптор. Гиберти открыл свою мастерскую, набрал, естественно, учеников, подмастерьев, среди которых были Мазалина, Учелла, Палайола. И все они вместе занимались литьем. Создали 28 рельефов. Как я уже сказала, ТЗ было строгим, поэтому композиция ворот очень сильно... Ну, не то, что напоминает, она повторяет те ворота, которые были созданы Андрея Пизана. Здесь сцены из Нового Завета, здесь изображены 4 евангелиста, 4 отца церкви и огромное количество голов пророков и прорицателей. И что занятно, одну из голов, по-моему, 26 по счету, ну, это портрет художника. Он так аккуратненько себя вписал среди такой достойной публики. И вот такой бронзовый комикс с размером 4 на 5 метра и весом в 9 тонн у него получился. Получился. Давайте посмотрим на них немножко. Все сцены вписаны в готические классические четырехлистники, но даже четырехлистник Гиберти находит, как обыграть. Не просто как раму, а вот обратите внимание, в сцене бичевания Христа одна из фигур на эту раму опирается, как бы прорывая пространство. Это такая штука, которую на картине все-таки не изобразить. Здорово, что он находит и использует все возможности именно того, той техники, в которой он работает. Кстати, по поводу портрета. Это очень занятно, потому что есть такая вероятность, что это чуть ли не один из первых, если не первый вообще в истории европейского искусства, автопортрет или портрет чей-либо реалистичный, то есть действительно похожий на того, кого изображали, выполненный не по фантазии, не по памяти, а именно с целью изобразить человека, как он есть. И так у него хорошо получилось исполнить эти ворота, так они всем понравились, что следующий свой заказ, исполнение восточных ворот, тех самых, с которых начнется, как я уже сказала, отчет эпохи Возрождения, Гиберти получил уже без всяких конкурсов. Мало того, ему дали намного больше свободы, у него не было необходимости повторять вот эти вот готические листики, копировать пизана, он избавился от большей части всяких орнаментов, хотя орнаменты у него были очень хороши на тех дверях, которые мы только что видели, очень много всяких насекомых, земноводных, птичек, зайчиков, нет, зайчиков там, наверное, нету, но, тем не менее, огромное количество всякой живности, и она вся выполнена по жутковатой технике, потому что это были слепки с живых существ, которые потом вот отливали в бронзе, я думаю, что некоторое количество, наверное, всяких лягушек пострадало при исполнении, но, тем не менее, следующими воротами Гиберта занимался еще почти 30 лет, почему так долго? Есть две причины, первая причина, потому что, конечно же, на Гиберте он стал известен не только на всю Флоренцию, а понятно, что на всю Италию, и уже даже немножечко на всю Европу, и на него просто посыпались заказы, вплоть до того, что его осыпал заказами папский двор, и он делал по заказу папы римского митру для него, там, торжественную и праздничную, а, во-вторых, это действительно сложнейшая, безумно сложная работа, потому что, помимо литья, потом, каждая эта фигурка, ее шлифовали и доводили до ума. Здесь же не только литье или лепнина, здесь очень много гравюры, потому что каждый завиток на головах фигурок, каждый персонаж, все вот это вот, все эти вещи были выгравированы, а вы понимаете, что техника-то тогда была, ну, не то чтобы на высоте, да, потому что это были простейшие инструменты, которыми работали художники тех времен, но большинство меня поразило из рассказов реставраторов и той команды, которая после делала копию этих ворот, то, что оказывается, даже у тех фигурок, которые повернуты к нам спиной, чьих лиц мы не видим, на самом деле есть эти лица, то есть для кого они? Мы же, как зрители, никогда не заглянем вот с той стороны. Причем это касается и первых ворот, и вторых, например, вот здесь вот на Тайной Вечере у всех учеников, которые сидят к нам спиной, есть маленькие глазки, носики, ротики и подбородочки. Мне очень нравится думать о том, что это связано с тем, что эти ворота были придуманы и поставлены для того, чтобы поблагодарить Бога за избавление от шумы, поэтому понятно, что главный-то зритель, конечно же, не человек, а главный зритель Бог, и, наверное, под его чутким взором халтурить и лениться прилепить нос не стоит, но просто вдумайтесь, насколько это тонкая, сложная и просто грандиозная работа. Ворота получились настолько потрясающими, что спустя 50 лет Микеланджело, который придет посмотреть на них, воскликнет, что воистину такие ворота могли бы быть воротами от рая. Так и повелось. С тех пор их называют воротами от рая, райские врата. Они выполнены с использованием всех новшеств эпохи. То есть Гиберти собрал все лучшее, а он же был очень интересующийся человек, он тусовался с учеными, он был гуманистом, я об этом пару слов говорила в прошлом видео, он занимался изучением античности, он интересовался всем самым-самым, и, конечно, для него это была большая гордость, такой заказ, и он просто отработал его по максимуму, он показал все, на что он способен, и он не только использовал уже существующие открытия, но и сам сделал много всего удивительного. И, конечно, поразительно, как на некоторых, вы сейчас все это увидите, на некоторых панелях, где присутствуют до сотни персонажей, каждый из них в своей позе, у каждого какое-то отличное от других выражение лица, и нету больше вот этой средневековой или даже готической и поздней готической истории, когда все лица совершенно одинаковые, одинаковые ангелы, там, одинаковые пророки, у каждого человечка свой характер и свой облик. На этих воротах изображены основные события из библейской книги «Бытия». И все это сделано из бронзы, покрыто позолотой, причем сама позолота выполнена по особой технологии ртутной амальгамы, поэтому считается у ворот такой мягкий, как будто сглаженный блеск. И если предыдущие ворота все-таки были еще немножечко позднеготическими, хотя и совершенно поразительным образом лишенные любой вычурности, то здесь, конечно, революция на революции. И вроде эти сюжеты максимально привычны для европейского зрителя, но здесь тоже все не так просто, вы сейчас поймете, о чем я. Ведь не зря подробное описание того, что должно быть на этих воротах, выполнил ни много ни мало, как известный историк, гуманист и канцлер Флоренции Леонардо Бруни. То есть нужно было затронуть какие-то такие струны души флорентийцев, чтобы они не только поразились мастерству, как-то посмотрели, что вот как все было в Завете, и поэтому мы должны быть хорошими христианами, но и вспомнили, что они все-таки именно флорентийцы, и кому они должны быть благодарны, и чем они должны гордиться, помимо того, что они христиане и всего такого. Сейчас все объясню. Рельефы расположены как текст, так их и нужно читать. Слева направо, сверху вниз. Начинается все с сотворения Адама и Евы, и их изгнания из рая. И обратите, пожалуйста, внимание, как на каждой панели разворачивается действие. Нет чего-то неважного. Все происходит совершенно одновременно. И создание Адама, и создание Евы, и их искушение змеем, и изгнание. Все-все-все как бы явлено нам в одну секунду. Следующая история, это история Каина и Авеля. Каин позавидовал брату и убил его. Ну, наверное, вы все помните эту историю. Здорово тоже она здесь показана. Следующая история, это Ной. Кстати, обратите внимание на то, как интересно Гиберти изобразил ковчег в виде пирамиды. Его вообще изображали интересно то в виде ларца с орочной крышкой, то в виде зеккурата. И это, конечно, тема отдельного разговора, но здесь у нас почему-то пирамида. А еще мы тут видим, как то, что в ранней иконографии было самым главным, как и является самым главным в тексте. Ну, то есть, строительство ковчега, потоп, то, как Ной выпускал ворона и голубя в поисках земли. Все эти вещи буквально уходят на второй план. А на первом мы видим, как сыновья Ноя бегут то ли к нему, то ли от него с одеялом, дабы прикрыть его срам. А вот и сам Ной приносит жертву, чтобы заключить новый завет с Богом. И в этой, казалось бы, странной мелочи сокрыт огромный сдвиг в искусстве. Художнику больше не хочется заниматься иконами для морализаторства или божественной медитации. Он предлагает нам фактически бытовые сценки, которые скоро наберутся сил настолько, что отправятся в свободное от религиозной живописи плавание. Пока они так не могут, потому что художники хотят изображать быт, хотят изображать сценки, но их некуда приложить. То есть нужен еще шаг, но вот первая половина этого шага сделана здесь и сделана на Гиберте. Далее у нас история Авраама, который чуть не принес своего сына в жертву. Мы уже видели, как выглядела конкурсная работа совсем молодого мастера. И посмотрите, как он сильно отличается от того, когда уже зрелый, свободный художник за нее берется. Далее история Исаака и его сыновей. Зверолова и природного человека Исава, продавшего свое первородство брату, живущему в шатрах Иакову за чечевичную похлебку. Честно говоря, мне кажется, что тут Гиберте и залюбовался своим мастерством владения архитектурными построениями и изрядно сместил внимание зрителя на великолепные арки, уходящими в идеально выстроенную перспективу. А вот следующая история Иосифа-еврея была чрезвычайно важна для всей Флоренции. Ну, дело было так. У Иосифа было одиннадцать братьев и был он любимчиком отца, поэтому остальные братья ему завидовали. Рассказываю, конечно же, очень коротко. Он видел интересные сны, умел их толковать. Братья поэтому придумали сначала убить его, потом передумали и продали его в рабство. И вот вдалеке мы видим сцену продажи египетским купцам за 20 серебряников бедного Иосифа. Вы же понимаете, да, что это такая рифма к истории предательства Иисуса. Ну, опуская подробности, Иосиф разгадает сон фараона, станет визирем Египта, а когда явились гонимые голодом его братья в этот самый Египет, тот их простил и переселил жить к себе поближе. И этот рельеф, в котором из всей истории Иосифа специально были выбраны моменты именно с братьями, а ведь там довольно много всего интересного. И тюремное заключение, и сам процесс разгадывания сна фараона и момент с женой Патифара, которая пыталась обвинить его в изнасиловании, это все опущено и остаются только братья. Братья, которые предали, были прощены и из-за этого процветают. И это все вовсе не тонкий намек на изгнание из Флоренции Казима Медичи, его возвращение и после возвращения начало негласного властвования над республикой. От этого, естественно, нам тут объясняют заодно, если мы не поняли, все выиграли, наступила благодать и процветание. На седьмом рельефе Моисей эпически получает скрижали. Кстати, есть версия, согласно которой большой фанат Гиберти Микеланджело позже исполнил своего Моисея, впечатлившись этим. Не то, чтобы они сильно похожи, но, знаете, вдохновение штука тонкая. А вот еще одна, скажем так, личная для флорентийцев история, это Давид. Флорентийцы считали Давида маленького, но гордого пастушка, ставшего царем, своим символом. Поэтому, кстати, его так любили изображать флорентийские скульпторы. Этот одолевший Голиафа герой, это Флоренция, которая постоянно одолевает превосходящие ее силы в борьбе за свободу против тирании соседей. Ну и последняя панель, это Соломон и царица Савская. Это эпическая встреча, и Гиберти снова демонстрирует восхитительное владение ракурсами, мастерством портрета, страстно любимой перспективой, тем, как плавно текут на минуточку все же бронзовые ткани, как искусственным, как гравер и художник, как умен и тонок. Еще на эти ворота Гиберти добавил свой портрет, да не просто, а с надписью на латыни «Восторгайся, с каким искусством сделано». Ну и правда молодец, не поспоришь. Нет, все это действительно здорово, но почему именно эти ворота являются точкой отсчета для Ренессанса? Гиберти полностью отказался от готического видения брельефов и постарался, надо сказать, с успехом, придать сложнейшим многофигурным композициям максимум динамики и главное, везде использовал достижения новой науки перспективой. Гиберти использует различные скульптурные техники от резных линий и плоских фигурок до почти отдельно стоящей скульптуры внутри панели, еще больше подчеркивая ощущение глубины пространства. А так как это была масштабнейшая работа, которая украшала все-таки главные ворота одной из главных построек города, а не какие-то художественные эксперименты, которые заказали богатые люди, спрятали у себя в спальне, сидят, глядят, как им красиво, а та штука, которая буквально формировала новое видение как заказчика, зрителя, так и художника, то есть люди учились видеть по-новому и по-новому воспринимать искусство, глядя на эти ворота, некоторые буквально каждый день их видели. Все-таки среда формирует наше мышление и вкус, что ни говори. Я уже сказала, что первые ворота были выполнены Андреа Пизана, и очень здорово посмотреть как бы первые ворота и, скажем, как последние, какой между ними бешеный контраст, хотя один и тот же материал, разница там в несколько десятилетий, видите, да, какой просто бешеный разрыв в технике. Сейчас на месте этих ворот, к сожалению, стоит их копия. Они не выдерживают, простояв почти полтысячи лет, давление среды окружающей. Говорят, что за несколько десятилетий 20 века они пострадали больше, чем за предыдущие лет 400. Поэтому выполнили их полноразмерную копию, а сами они надежно спрятаны. На самом деле они стоят в музее, в специальном составе, со специальной температурой и светом. Ну, говорят, что копия не сильно уступает оригиналу. Думаю, что Гиберти был бы доволен тем, как она выполнена. Ну, а вы теперь знаете, с чего началась эпоха Возрождения. На этом на сегодня все и всем огромное спасибо. Спасибо, что смотрите, комментируете, делаете репосты, делитесь нашим видео и отдельное, просто грандиозное спасибо ребятам, которые подписаны на нас на Patreon, потому что благодаря их любви и материальной поддержке мы обзавелись новым светом и теперь танцуем в красивых отблесках. Вот, если вы хотите к ним присоединиться, ссылка будет в описании. Большое спасибо, всем пока!